Всем добрый день, канал GT Class. С вами Андрей Щетников и я хочу прокомментировать наш ролик Электрофор Вольта. Ну начну с того, что вот это хозяйство с понедельника пролежало на подоконнике, с тех пор как Алексей заряжал его шапкой и заряд на нем вполне сохранился. А в конце ролика мы предлагали объяснить следующее удивительное явление. Давайте мы его еще раз воспроизведем. Так, я должен поднять и опустить верхнюю пластину и дальше замкнуть верхнюю пластину на нижнюю. И проскативает искра. Вы ее, если не видели, то слышали. Повторяю, снова искра. Повторяю, опять искра. И так можно делать раз за разом. Но ведь это удивительно. Вот я сейчас второй раз поднесу, замкну, никаких искр не проскативает. Это означает, что верхняя и нижняя пластины находятся под одним потенциалом. Поднял, вернул. И поскольку проскативает искра, это означает, что за время поднятия и возвращения что-то изменилось. Потенциалы были равными и теперь равными быть перестали и уравнялись через искру очередной раз. Получается, что я так каждый раз каким-то образом, просто перемещая пластину вверх и вниз, возвращаю ее на место. Тем не менее, меняю ее состояние. Так что при первом соприсновении искра проскативает, ну а при втором, конечно, нет. Спрашивается, почему это происходит? Почему, подняв пластину и вернув ее, я что-то поменял в электрическом состоянии всей системы? Ну или на языке зарядов. По искре каждый раз заряд, очевидно, проскативает в какую-то одну сторону. Но чтобы это все дело крутилось раз за разом, он должен возвращаться обратно. И, очевидно, он возвращается во время поднятия и опускания пластины. Хотя никаких искр в это время вроде бы не проскативает. Ну и ответ здесь, вообще говоря, простой для тех, кто знаком с разными типами электрических разрядов. Потому что, кроме искровых разрядов, которые мы видим и слышим, бывают и коронные разряды, которые стекают со стрей, иногда совершенно бесшумно, если токи невелики. Но, на самом деле, когда я поднимаю и опускаю, я чуть-чуть какие-то потрескивания слышу. И происходит вот что. Заряд перескочил в одну сторону. Теперь, когда я оторвал, потенциал пластины изменился. И в это время с нее потек невидимый коронный разряд. Ну, кстати, может быть, с нее, с ее острия... Вот на меня сейчас искра проскочила. Может быть, с краев фольги. Может быть, он течет с вот этого острия. Ну, каким-то образом коронный разряд в этот момент тек по воздуху, и заряд перераспределялся. Разряд коронный, разряд искровой. Коронный, искровой. Коронный, искровой. И получается, что мы воспроизводим наш первый опыт с движением зарядов туда и обратно, показанный в основном ролике. Только в основном ролике и движение туда, и движение обратно происходили через искровой разряд. А сейчас одно движение в одну сторону происходит через корону, а второе через искру. А по сути, все остается тем же самым. Ну, вот, кстати сказать, ссылка на наш ролик про коронный разряд. Посмотрите его. И спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok